Привет, друзья! Немножко непривычная обстановка. Сегодняшнее видео посвящено опять этой автоматике. После того, как я сделал два ролика о автоматике для климатических камер, поступило много вопросов, как эту автоматику внедрить в холодильник. Можно ли использовать двухкамерный холодильник, какой холодильник лучше, какой использовать вентилятор и какой использовать увлажнитель. Сейчас я вкратце в этом видео... То есть получилось так, что один из подписчиков попросил меня установить для него автоматику в холодильник и все смонтировать. Я это сделал и сейчас все вкратце расскажу. Вот так выглядит сама автоматика. В таком виде вы ее получаете после заказа. От нее идут некоторое количество проводов. Обычно провода короткие по умолчанию. Кстати, если есть желание заказать более длинные провода, то за небольшую доплату их можно удлинить. Автоматика ставится на холодильник. Здесь я, как и везде в монтаже, использовал самоклеящиеся платформы для кабельных стяжек. Соответственно, сзади провода закреплены точно так же, опущены вниз. И здесь включены увлажнитель, вентилятор и сам холодильник. Включены в эти разъемы в автоматику. Также разъем от датчика. Обычно этот разъем монтируется сверху на самой автоматике. Но здесь для удобства монтажа я тоже удлинил провод. Далее, как это смонтировано внутри холодильника? Практически во всех холодильниках есть отверстие, через которое конденсат стекает на специальную площадку, установленную на компрессоре. Эта площадка нагревается и конденсат испаряется. Вынимаем из этого отверстия вот такую вот пластиковую заглушку и проводим в нее спокойно провода. Есть такие холодильники более старого образца, в которых отверстия нет. Безопаснее всего сверлить ввод в холодильник, да и правильнее всего в нижней части, в донышке. Только когда будете сверлить, проследите, чтобы никаких коммуникаций, которые электрокоммуникации, никаких трубок напротив вашего отверстия не было. Вентилятор, который я использую для переоборудования холодильника в камеру, это вентилятор на 220 вольт. Обычно такие вентиляторы используются как кулеры к сварочным аппаратам, к инверторам. Вот стоит он в Украине где-то около 200-250 гривен. Ссылку на один из таких вентиляторов я размещу в описании. Смотрите, как закреплен этот вентилятор. Самоклеящиеся платформы для кабельных стяжек. Размечаем 4 точки вентилятора. Вентилятор лучше располагать под углом. Размещаем 4 точки. Приклеиваем самоклеящиеся платформы. Внутри холодильника я рекомендую немножко наждачкой глянцевую поверхность зачухать, чтобы была лучшая гдезия. И на каждую платформу нанести капельку суперклея. И потом с помощью кабельных стяжек, вот видите, с помощью кабельной стяжки, вентилятор здесь закреплен и он очень хорошо держится. То есть надежно, хорошо. Также внутри на поверхности холодильника с помощью кабельных стяжек я организовал вот такие вот, чтобы кабеля здесь не болтались, а были нормально, надежно закреплены. На боковой стенке холодильника примерно посередине крепим датчик автоматики, датчик температуры и влажности. Дело в том, что задняя стенка обычно служит испарителем. Видите, она здесь покрыта льдом. Боковые стенки, как правило, не служат испарителем. И вот на равном расстоянии от двери и от задней стенки крепим этот датчик. И отверху и отнизу на равном расстоянии будут наиболее адекватные показания. В качестве увлажнителя можно использовать генератор вот такой вот холодного тумана. Продается на Алиэкспресс. Ссылку тоже найдете в описании видео. Генератор на 24 вольта продается с адаптером под 220 вольт. И вот как это весело работает. Конечно, можно купить такую штуку без подсветки. Даже лучше купить без подсветки. Но клиент почему-то приобрел с подсветкой. С помощью ультразвуковой мембраны этот генератор рассеивает вот такой вот туман. И за счет этого происходит увлажнение. Также можно использовать любой бытовой увлажнитель, который продается в магазинах электроники. Там куча бытовых увлажнителей разных конфигураций. Главное, чтобы он поместился в холодильник. Но вот эта вот штука, она самая бюджетная. То есть она стоит как минимум в два раза дешевле, чем обычный бытовой увлажнитель. Мне самому было интересно и очень много задавали вопросов. Как работает морозильная камера при таком режиме? В холодильнике, ну вот я его открывал, сейчас температура повысилась. Установлена температура 11 градусов и влажность 70%. В морозилке при этом температура минус 20. То есть если вы используете двухкамерный холодильник, то морозилка получается работает совершенно адекватно. Ну и собственно говоря, сам прибор не обязательно, чтобы он стоял на холодильнике. Он может быть расположен где угодно. На рядом стоящие полочки, на полу, на табуретке. То есть я его просто вот так вот закрепил на холодильнике, потому что, ну мне показалось, что так удобно. То есть здесь все закреплено, прибор никуда не денется. Все провода аккуратно спускаются вниз. Ну единственное, что висит вот этот вот, так сказать, спрут из проводов, и холодильник не удастся передвинуть максимально к стенке. Но при желании его можно убрать вот сюда вот вбок, если есть необходимость придвинуть к стенке. Ну вот это, наверное, все, что я хотел рассказать про монтаж. Собственно говоря, монтировать по большому счету нечего делать. Да и сам прибор собирается очень легко. Напомню, собирается он на основе контроллера Lilitech 7801. Если вам интересно посмотреть обзор прибора, в описании будет тоже ссылка на обзор. Эти приборы я изготавливаю на заказ. То есть в первую очередь, конечно, я вас призываю изготовить его самостоятельно. Можно использовать не такой корпус, можно вообще без корпуса. Можно использовать любой подходящий корпус. В таком случае, если вы будете делать это все самостоятельно, прибор обойдется вам где-то около 35 долларов. Я, используя корпус, используя определенные, как бы, вот эти вот все провода, кабельные вводы, кнопки и так далее, мне он обходится в себестоимости где-то около 50 долларов. Если вы хотите заказать этот прибор, вся информация есть в основном видео о самом приборе. То есть, если вы не готовы его собрать сами, вы можете связаться со мной и заказать его у меня. Я его изготовлю для вас и отправлю, ну, в принципе, в любую страну мира. Я уже и в Америку отправлял, и куда последний раз, куда же я, не во Вьетнам. Лариса, куда заказывали? В Якутию. В Якутию, понятно. А еще, не в Монголию, в какую страну такую? В Корею. А, в Корею, да. В Корею, в Британию отправлял. Ну, в общем, люди со всего мира заказывают. Но, если у вас есть желание и возможность собрать его самостоятельно, вы крепко сэкономите, и я вам в этом помогу. То есть, могу проконсультировать по WhatsApp, могу проконсультировать по Viber, в конце концов, могу проконсультировать по переписке. Поверьте, это очень просто. В результате вы получаете полноценную климатическую камеру. Сделать ее можно на основе совершенно любого холодильника. Главное, чтобы этот холодильник был не динамический, то есть, не No Frost, обычный статический холодильник. Можно даже использовать старые советские холодильники, типа Днепр и Донбасс. С ним климатическая камера тоже будет работать. Так вот, самая дешевая климатическая камера на сегодняшний день стоит 500-600 евро. Ну, вот такого размера, к примеру. Купив бэушный холодильник и потратив 40-45 долларов на сборку самостоятельно автоматики или заказав ее чуть дороже у меня, вы получаете полноценную климатическую камеру, которая закрывает все функции полностью для вызревания сыров, для вызревания сыровиаленных колбас. Ну, в общем, полноценную климакамеру. Поэтому, друзья, если вы готовите с нами сыры или колбасы, вот такой вот выход, собственно говоря, с удовольствием помогу вам собрать этот контроллер. Все ссылки в описании. Ну, если уж собрать не получилось, можете заказать у меня. Ну, и если есть какие-то вопросы, соответственно, под видео, пожалуйста, в комментах задавайте вопросы. Не забудьте лайкос жирненький поставить мне, потому что игрался с этим холодильником два вечера. Лариса мне помогала и сейчас помогает камеру держит. Вызлались я никуда, друзья. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.